С 15 лет Дмитрий Самохвалов думал о создании автомобиля-вездехода, но детскую мечту решил осуществить много лет спустя. Для того, чтобы сделать внедорожник своими руками, пришлось около года подбирать все необходимые запчасти и еще год провести в своем гараже. Из крупных приобретений – японский двигатель и автомобиль АК – самый бюджетный вариант кузова. АК изнутри вся стоковая, установлен тойотовский селектор, управляется он в ручном режиме, в режиме L только первая передача, усиленная. Это включают для преодоления любого бездорожья. Здесь свет фар, печка, печка подключена, зимой тепло здесь ехать. С этой стороны с кнопки включения полного привода. Меж всего дифференциал 30 на 70 распределение, кнопку блокировки нажимаем, 50 на 50, оба моста грибут. Первый успешный запуск состоялся весной прошлого года. Поехала съемка! Давай! Проба позволила оценить и исправить некоторые недостатки. С тех пор Дмитрий проводит много времени в совместных поездках с друзьями. Они были рядом с самого начала работы. Дима у нас такой человек, что он все воплощает вообще в жизнь, в идею. И никто не сомневался, что у него все хорошо получится. И надеялись за него, и всегда поддерживали в чем могли. Результат виден на лицо. Мы с ним катаемся чуть ли не каждый день, поэтому все шикарно. Зимой мы здесь в дрифте ездили по вот этим дорогам. Когда по заснеженной дороге, очень хорошо заносит нас. Держим боком. Сейчас выедем на бездорожье. Непролазная грязь, глубокие яма, болота и сугробы. Все это покоряется вездеходу без труда. А для максимальной проходимости нужны хорошие колеса. Колеса использовал от УАЗика стандартные, зимние. Вырезал протектор стамеской горячий, чтобы грязью не забивалось, не замыливалось. Самоочистка, что происходило. И когда побольше газку даешь, колеса раскручиваются, грязь вылетает. Она махом выезжает из грязи, хорошо в горы карабкается, зацепы. Прям чувствуется, как она гребет, аж подпрыгивать начинает. Дмитрий планирует максимально тюнинговать автомобили дальше. Из первоочередных задач – заменить кузов, сварить каркас безопасности, а также установить новые сидения и поставить прочные крылья.